Наконец-то по вашим большим просьбам и желаниям я сняла этот влог. И он практически весь посвящается моему саду, моему заброшенному графскому саду, неухоженному, но такому красивому и милому, несмотря ни на что. Здесь у нас гортензия, клен и мимоза, которая уже хорошо-хорошо намимозилась. Девочки, всем привет! Суббота, 13 ноября. Я там немножко снимала, у нас здесь сегодня шумно, но у меня есть 15 минут где-нибудь вам показать мой осенний. Вообще, наша осень на нашей террасе, какая у нас тут... Ну, в сад-огород ходить нечего, я ничего не делала. Посмотрите, какая распрекрасная она, Нандина. Просто шикарная. В этом году, как никогда, прям, смотрите, висят такие прям эти грозди-грозди шикардючие. И сейчас мы пойдем, я вам покажу у меня, посмотрите, какой клен. Ку-ку, Шири! Бонжур! Хэс-качу-фей? Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я делаю этого, эти, которые салюты запускают, перуманы. Посмотрите, какой клен. Вот сейчас тут солнце светит, посмотрите, какой он шикарный. Обалденный. Вот такой шикардючий клен, он покрасил буквально за последние три дня. И я сейчас такая иду в подсобную комнату, и мужу говорю, о, господи. Я еще три дня назад смотрела, думаю, что-то он в этом году у нас не краснеет. И посмотрите, как он светится на солнце, как он просто переливается. Вот уже после этого, когда он изменил свой цвет на красный, этот японский клен, там у нас это, мы разжигаем барбекю, будем жарить сегодня мясо. Вот, и посмотрите, наша мимоза, как она уже намимозилась. То есть, все идет к тому, что, наверное, в конце декабря, феврале мы уже будем цвести. Как-то тоже опять, я говорю, рано. Ну и здесь моя прекрасная гортензия тоже такая, видите. Все прекрасно, вот даже в таком виде она хороша, согласитесь. Но, конечно, сегодня все внимание вот этому распрекрасному нашему клену. Какая красота, согласитесь, мои друзья. Всем приятных выходных. Чего себе, как было. Сегодня есть небольшой ветерок. У нас переезжают наши соседи, там сегодня у нас вырезали. Сейчас я вам пойду покажу. Вот, хорошо успела вам показать еще в этом году. Шелковицу я вам пока ходила во двор, к соседям показывала, что будет, если мы не будем ее стричь. Вот, и они сегодня ее вырезали полностью. О, какая красота, девочки мои дорогие. Вы посмотрите на это. Вот это да. Вот это полет. Сегодня прям солнце вышло, и так тепло у нас. Мы здесь, мы будем сейчас кушать на улице, а завтра хоть бы была такая погода, я хочу поехать в Лурмаран, потому что там тоже будет здорово. Осенние пейзажи, там все вот эти девичьи винограды, все это совсем смотрится по-другому. Тоже будет, наверное, много красных растений. А вот здесь, смотрите, как вот здесь горит. Обалдеть, обалдеть. Я еще попробую вот так снять вам. Посмотрите тоже, как здорово. Фронтальной камерой. Видите? Вот это я понимаю роскошь. Да, 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 да. Вот теперь я понимаю девочек, которые говорят, что ой, все, нам нужен такой клен. Конечно, девочки, такой клен нужен всем. Я с вами полностью согласна. И я его когда-то в свое время купила, достаточно давно мы купили у нашего зятя. Ему уже много лет. Ему лет, наверное, около 10, как мы его купили. То есть, он уже был, ему там тоже было несколько лет. Они не очень быстро растут. Поэтому вот такой у меня распрекрасный. Так, куда же мне выйти? Такой вот, видите, я хожу тут с открытым декольте. У нас очень сегодня тепло. Здесь у меня солнце светит. Так, подождите, подождите, подождите. И не встанешь никуда. Так, ну давайте немножко продолжим, пока Морис готовит угли для мяса. Вот, это тоже распрекрасная гортензия. Специально ее не обрезали. Вот смотрите, вот две гортензии. Они, конечно, не посажены в одном году, но вы здесь видите, уже лист весь упал. И я говорю, это очень громко. У нас трактора там работают. Ой, вот отсюда тоже, смотрите, как здорово. Вот эта гортензия, которая вот осыпается лист, она мне в этом году не цветла. Я ее коротко обрезала. Гортензии, друзья мои, они цветут на веточках прошлого года. Поэтому, если вы их сильно обрежете, у вас цветов не будет в этом новом году. Эта гортензия, видите, еще практически зеленая. Но вот она страдала этим хлорозом, или как бы там нехваткой, да, вот этого хлорофила, которую я потом там чем-то спалила благополучно. И вот она все-таки выстояла, она зацвела. И посмотрите, у нее даже вот цветы, вот их можно быть, вот в таком состоянии, я их обычно связаю, вставлю в букеты. Вот, и они у меня в том году достояли на это место. Может быть, здесь больше защищено, но вы посмотрите, еще полно листвы, и она не собирается, девочки, совсем это облетать. И здесь вот я смотрю, у меня еще красные листья еще не осыпались, и это бульдонежи. Бульдонежи. Там у меня вот уже достаточно большое дерево, однобокое, лаврового листа, которое тоже я спасла вовремя, увидела, что он начал желтеть. У нас вот здесь вот есть такой полив, вот, видите, вот прямо я это показываю пальцем. Малис взял его, выключил. Он решил, что это место нечего поливать. А здесь, как ни крути, бульдонежи, и здесь вот лавровый, лаврушка, хотя лавровый лист, девочки, ему и не нужно, наверное, много воды, но, тем не менее, я его спасла, начав поливать. Видите, он опять зелененький, хорошенький, так солнце светит. Вот здесь вот, девочки, у нас была грибная аллея, да? Вот мы здесь грибы собирали. Но больше ничего не наросло. Может быть, в следующем году, потому что мы все грибницы оставили. Вот такие дела мои хорошие. Так что сегодня великолепная погода. И я сегодня буду после обеда немножечко... Буду резать сад немножко. Смотрите, как у меня прекрасные тыквы здесь. Вот эта вот тыква одна у меня еще выросла после того, как я ее обрезала и уехала в отпуск, и она за это время наросла. Ну, не знаю, девочки, она там выспеет, не выспеет, но вот эта, конечно, прекрасная. Вот эта мускатная. Ну, я когда... Это вот у меня еще два кабачка, но вы знаете, что их можно почистить и еще с них там что-нибудь приготовить. Поэтому не выбрасываю. Вот, пойдемте. Покажу вам. Это вот моя камелешка, девочки. Надо посмотреть, если у меня какие удобрения для камелии. Нет, подсыпать те, которые есть. И вот здесь вот у меня еще одна гортензия. Вот она тоже уже, видите, все, лист уже бурый. Уже начнет осыпаться. Ну, вот мы ее хотели вообще выбросить в прошлом году, а потом просто взяли эту бочку, переставили. Вот мой прекрасный девичный виноград, который такой начал краснеть немножко. Но он, конечно, совсем другой, потому что девичьи винограды такие, которые вот самые классические, они уже давно все красные. И многие уже и осыпали листья. Но сейчас трактор уедет, и я тогда продолжу снимать. Вот моя распрекрасулечка. Там, девочки, у меня несколько этих хризантемок. Вот этот цвет хризантемы я не люблю. Вот этот вот белый-желтый такой. Куда бы не было, но все равно, не знаю. Хризантемы, конечно, красивые цветы. Это я бы здесь отсаживала. Там был корешочек. Тоже видите, как хорошо взялась. Ну, а так сильно в саду показывать нечего, конечно. Мегги греется у нас. Посмотрите на солнышке. У нас Мегги сейчас несчастная девочка, потому что мы перестали вообще ее... Ну, не то, что подкармливать, даже лизать не даем ей. Где-нибудь там остатки, когда у меня соусы остаются или что. Она, конечно, очень несчастная. Вот отсюда, посмотрите. Видите, такой большой букет хризантемок. Там еще это беленькое пролезло. Вот это мой прекрасный жасмин, который осыпает, падают у него листья. Вот это я черенковала, девочки. Наверное, я его занесу в этот. У меня место в этом году есть в цеплице, чтобы не замерз. Вот. И очень хорошо мои... Как же ехать? Никак не уедут эти соседи. Мужчина, который приехал, тот хозяин. Тоже, вот смотрите, у меня это дубовидная. Гортензия тоже красная, красивая. Огромная. Ну, в этом году я здесь ничего не делала. И, может быть, девочки, и не буду делать. Посмотрим. Ну, как не буду в зелу и в феврале, допустим. Но у нас вот такая зима будет приблизительно одинаковая. Когда-то же мне захочется в саду поработать. Правда же? У нас и вон завязаны занавески на окнах вверху. Потому что нвазета, она прыгает на них. Ой, нвазета, это тоже звезда звездой. Ну, все, вроде бы поехали. Сейчас они уедут. И мы с вами там... Я пойду вам покажу, как они дерево вырвали. Смотрите, как цветет этот цветочек. Вот он отцвел сам по себе, и сам по себе зацвел опять. Сейчас пойду покажу вам, какие у нас тут трактора ездят. Смотрите, огромные. Видите? Сейчас они все уедут. Там три машины было сегодня. Так, облетели уже листья вот на этом красном дереве. На красивом. Вот это тоже карамельное дерево. Оно у нас красное. Ну, вот моя пижмачка хорошо растет. Надо закрывать бассейн. У нас эта баша, она вся порванная. Но так как мы новые не купили, надо хоть той старой закрыть. Розы у меня тут цветут. Как видите. Слышите звуки? Там один трактор пошел, здесь очередной едят. Сейчас посмотрите. Там техника. Ого-го. Видите, какие тут трактора? Боже милостивые. Вот они повезли вот это. Вот, поехали. Не знаю, что я там сняла. Девочка, телефон останавливается сам по себе, поэтому все очень сложно в этом мире. Так. Наша хурма. Видите, яблочки. Сколько осталось? Совсем немножко. Тут есть парочку красивых. Нужно собрать, остальные оставлю. Пускай птички кушают. Вот. Розы у нас здесь цветут. Замечательные такие. Очень ароматные к тому же. Ну вот, космеи все цветут. Девочки, ну и вот это моя ипомея. Гляньте на нее. Она издалека вообще красиво смотрится. Такая голубая, фиолетовая, такая ультрамариновая, такая переливается вся. Надо же. Надеюсь, что высыпется зернышко, и оно само по себе прорастет там. Вот липа еще никак не сбросит свой лист. Потихонечку сбрасывает, но так не очень. Смотрите, Рожи обедает, эта зашла. Но Жоджи пока что-то дадут. Ча льбо пальмия, а Рожи? Или бот он пальмия? Я говорю, у тебя красивая пальма. У него миги. Я говорю, пошли, дай ему поесть. Вот я ему говорю, я тебя оставляю потом. Я сказала Рожи, чтобы он не давал ничего. Миги есть. Я говорю, ей надо 8 килограмм терять. Но 8 килограмм, это нереально, девочка. На 8 килограмм мы не похудеем. Ну хотя бы килограмма на 2-3. Уже будет лучше. Вот моя хорошая. Смотрите, такая зелень. Несколько дождей прошло. Сразу все зазеленело. Я вообще в этом году, я не знаю, у меня какая-то депрессуха. Хотя вот так посмотрите мои видео, у меня все время что-то жизнь движется, шевелится. И все на свете все равно. Я не могу, не могу в саду начать работать. Вы представляете? Что-то сижу. Но анализы у меня так, девочка, не очень. Сахарок у меня такой. На таком, не то что на лимите, а просто даже на лезвии ножа. Это остествие ножа. Вот, поэтому я и занимаюсь этим всем питанием, изучаю, чтобы хоть каким-то образом. А то, что, девочка, мне сейчас сказать, Алла, зачем тебе столько муки, тебе там вообще ничего нельзя есть, девочка. У меня еще есть муж, понимаете. И он тоже жрет эти печенья, эти магазины. А там вообще, там ужас, там 100 из 100 плохих продуктов. Поэтому-то вот я испекла эти мадулены. Девочки, это, конечно, на русском языке это мадлен. Мадлены. Мадлен, мадлены, печенье. Но это французское печенье, это французская выпечка. Поэтому я, ну, как-то вот я говорю мадулены. Как мы здесь говорим, мадулены. Вот, поэтому, ну, не надо меня поправлять. Это не то, что, это не обидно. Но все равно это то же самое, что вы мне начнете рассказывать, какое вино бывает там, допустим. Сухое и крепленое. Если я сказала там сухое и мокрое. Ну, ну, сказала мы раньше, это крепленое вино мокрое называли. Вот, это не значит, что меня нужно поправлять, что вино бывает сухим или крепленым. Ну, конечно же, я тоже это знаю. Причем живу в стране вина. Вот. Братья помогли все здесь выкопать. Сестрица, она тут вчера приезжала, томаты вырывала. Ну, вот, хорошие у нее братья, ничего не могу сказать. Хотя она, конечно, этого и не заслуживает. Жадная, злющая, скупая. Девочка, наша картошка, видите, выросла заново. Не знаю, когда будем выкапывать. Это вот те, которые картошечкой у нас там оставались, мы оставили специально. Ну, вот, ну, а нет, девочки, я не знаю, когда мы их выкопаем, но пускай растут, а что сделаешь? Правда же? Не выкапываешь их просто так. Вот, видите, сколько кустов. Вот, а это наши шикарные артишоки. Вот, а артишоки посажены, конечно, близко. Девочки, вот этот левый вообще огромный, этот поменьше. Ну, они оба давали артишоки, то есть мы их ели. И потом они на третий год, в следующем году посмотрим, они начнут выдавать деток. То есть ты потом откапываешь этих деток и рассаживаешь. Но так как они, видите, они растут вообще шикарно, я не знаю, вот это такое огромное, вот это пространство там у этой сестрицы. Молись, конечно, туда не полезет. Но я ему говорю, будем сажать эти артишоки с другой стороны, это, загородки вот этой вот, ну, сетки лекурии. Они растут вон посреди поля, видите, когда мы с Мэгги гуляем, я вам каждый раз показываю. Сегодня такая погода хорошая. Я вчера проспала после обеда, мне вчера было плохо, вот просто меня свалило, а мой муж ходил гулял с Мэгги, прям под дождем. Вчера у нас такая погода была, и дождь, и какие-то же магнитные бури были, и все, прям меня свалило. Но потом Наташа вечером поздно звонила, оказывается, у нее было то же самое. Вот, и вообще, как они пишут, нам их надо срезать на зиму и как бы прикрывать сверху соломой. Ну, у нас еще когда-то зима будет, ну, вот, может быть, в декабре и срежем. И она потом весной, они начинают выпускать новые ростки. Вот видите здесь, вот смотрите, здесь уже вон несколько их. Вот, видите, вот этот новый полез. Вон, видите, тоже. И вон там, ой, так поэтому он так и разросся, потому что у него там уже полно деток. Так что в следующем году мы будем с артишоками. Ну, и вот у меня осталось немножко эти перцы. Перцы зеленые, девочки, больше сажать не буду. Вот, они не возревают у меня почему-то, хотя я беру и привитые, и баклажаны я еще два собрала. И там вот у меня помидорины зеленеют. И вот эти я Марису сказала, чтобы оставил только бархатцы. Он скоро будет возить навоз. Я говорю, бархатцы мне оставь, пускай они сами рассеются. Я потом отсюда, девочки, просто возьму и посажу в сад, в огород себе. Ой, в сад туда, перед окном. Ну, вот здесь, девчонка у нас помидорина вон зеленеет. Вон еще кабачок цветет. Вот. Так что все с огородом завязано. Ну, я в этом году, девочки, на огороде сильно-то и не заморочилась. Помидоры были поздно. Ну, вот потом я уехала в отпуск. И я поэтому, девочки, так и разленила, что я с отпуска приехала. Немножечко так увлеклась, чуть-чуть походила по своему саду, в огороду. Вот. И все забросила потом. Нельзя расслабляться, оказывается. Ой, ну я раньше была намного трудолюбивее. Я сейчас такая, знаете, стала какая-то все больше о себе думаю. На здоровье. Там, девочки, я много читаю всякого такого. Вот это не литературное, а такое все какое-то, ну, обучающее. У меня куча-куча новых книг. Но, вы знаете, я хочу сказать, что я вижу, что, ну, мало реакции на это все. Поэтому вот я выставила для пробовать этот рецепт Мадлены. И что, ну да, две тысячи просмотров есть. Все равно их YouTube отдельно не будет сканировать. У меня не этот, не кулинарный канал. Они его не будут продвигать. Они его не будут такое видео отдельное показывать другим, ну, как бы даже не подписчикам. Поэтому все мои, девочки, рецепты я, конечно, буду делать и что-то буду вам снимать однозначно. Вот. Но отдельно не буду я их выставлять. Потому что, ну, мне каждое видео выставить, загрузить. Это большая работа. Я много раз говорила. Вот. Поэтому нет смысла. И вообще как-то, как-то и вообще YouTube. Мне только не хочется с вами, девочкой, расставаться. А вообще снимать мне больше вообще не хочется. Во-первых, у меня не работает камера. Она у меня без конца останавливается. И мне приходится пересматривать, на каком месте остановилась. Вот. Новый телефон я смогу купить еще не скоро. Хотя сейчас очень хорошее предложение. У меня просто реально нет денег. Вот. Говорю вам честно. И сегодня мы ездили заправляться. Я там вам сняла. Не знаю, видно, там не видно. За нами машины стояли. Не стала выходить с камерой. На тысячу евро 63 литр этого дизеля. Можете себе представить. Мы заплатили почти 61 евро за 37 литров. Куда мы сильно доедем? Расскажите мне. Вот. Поэтому пользуйтесь моментом, что я еще что-то показываю. Смотрите, девочки, делитесь моими видео. Не будет просмотров, я снимать не буду. Потому что раз. Во-вторых, как бы я ни была там, допустим, никогда я не умру от скромности. Но все мои рецепты, которые я вам показываю, вообще как бы система готовки, она не такая, как у многих женщин. Потому что мы все девочки из Советского Союза. И я все равно вижу, что очень многие из вас остались на том же уровне питания. Я же тоже вижу и столы, и вижу и кастрюли. Тоже же я бываю, приезжаю и бываю в гостях. Питаетесь вы абсолютно по-другому. Вот. У меня, конечно, более уже такое питание, как вам сказать, во-первых, немножко на французский манер. Французская кухня, она совсем другая. Она очень отличается от нашей классической славянской кухни, от русской, от белорусской. Вот. И, естественно, что... А мы все в возрасте, и у всех у нас уже и бляшки, и у всех у нас уже и сахара, и у всех у нас уже лишний вес. Вот. Поэтому, естественно, что у меня, может быть, и не удается девочке снижать этот вес, да, как бы мне хотелось. Но в любом случае я его держу. Вот. А сейчас еще сахар поднимается, у меня мама умерла от сахарного диабета, у меня у бабушки был сахарный диабет, у мамы моя вообще, она ослепла на один глаз, на второй глаз, на глоукома. В то время еще плохо оперировали, она ослепла, потом ее разбила инсульт, и все это на основе сахара. Поэтому, понимаете, мне в любом случае, хочу я этого или не хочу, мне придется с этим считаться, потому что это генетически. И, естественно, что я потихонечку, единственное, что я не могу вот так вот раз там все что-то изменить, но я учусь. И я этому и с этим делюсь вами. Вот. Кому-то это нужно, кому-то это не нужно, кому-то это интересно, кому-то это не интересно, но это мой канал, понимаете, я на нем показываю только то, чем я живу. Ну, я специально там не буду вам показывать, там, сделайте нам тут видео, вот, например, девочки пишут, Алла, ездите почаще, показывайте, это интересно. Да я бы с большим удовольствием увидели цену на бензин, куда ты сильно сейчас наездишь? Ну, вот, мы же пенсионеры мои хорошие, мы у нас, если мы что-то можем себе позволить, там, допустим, заплатить большую сумму за ресторан, ну, так потому что это день рождения, потому что это только раз в году, ну, и потому что это как бы мы себе, мы себе не то, что мы можем себе это позволить. У меня муж практически, он откладывает на это деньги. Точно так же будет прекрасный ресторан на мой день рождения, а так, когда мы заезжаем, там, какие-то рестораны, то есть у нас такие рестораны дорогие, скажем, по этим, ну, как бы, по нашим меркам дорогие, только на какие-то значимые события. Ну, вот, мы на 8 марта можем поехать иногда в ресторан, и каждый год, ну, ездим. А так, нет, девочки, мы все делаем дома, вы прекрасно это видите. Ну, вот я крутилась возле Будлея, посмотрите, я Будлею не постригла, она вот перецветает в очередной раз. Вот, поэтому я продолжу, и все равно, девчонки, как бы вы ни хотели, но тоже от вас многое зависит. Ну, неужели вам трудно поделиться видео? Сегодня опять я отвечала конкретно на один комментарий, что да, вот надо было бы отдельно, потому что ваших рецептов не найти, девочки. Вы пишете лазанья провансалочка, там, допустим, рыба в духовке провансалочка, и вам выдаст кучу моих там видео, там, такой-то тарт, там, допустим, там, допустим, на низкоуглеводный тарт с каштановой мукой провансалочка. Все вам выдаст, учитесь искать, потому что, во-первых, у меня много прелестов, и я эти, я все это дублирую в разные листы, смотрите, учитесь. Но я же не могу вам на каждый ваш запрос искать видео и ставить вам его. Вот. А с другой стороны, делайте себе закладки. Под каждым видео есть написано, есть такое слово «сохранить», вы сохраняете себе на вашей странице Ютуба видео, которое это не только лайк надо поставить, а именно сохранить. И там вы можете себе сделать свои плейлисты, там, допустим, кухня, там, допустим, путешествия, там еще что-то, там, допустим, рецепты провансалочка отдельно. Вот. Учитесь владеть инструментом, мои хорошие. Ну, естественно, еще раз я вас призываю, мои хорошие, что нужно делиться видео, помогайте мне, потому что вы увидите. Ну, закрыла же я на 32 тысячи подписчиков канал Мадам Француженко, который тоже приносил много пользы таким девочкам, как мы. Таким, знаете, уже не очень-то молоденьким, и которые уже, ну, еще не хотят стареть, и уже как бы не знают, как поддержать свое состояние кожи. Сколько я всем поделилась на этих каналах Ютуба. Понимаете, не зарабатываю вообще. Естественно, что у меня просто пропадет интерес. Поэтому хотя бы, хотя бы поддержите своего блогера, не забывайте ставить лайки и делитесь видео. То, что вам трудно, поделиться на Facebook моим видео или там, в каких-то, на WhatsApp кому-то, переслать рецепт своей подруге. Девочки, воскресенье, 14 ноября. Девочки, мальчики, конечно. Всем добрый день. Добрый. У нас уже скоро солнце начнет садиться. Сегодня вот такое у нас серое небо. Обещали вообще дожди, мы поэтому не поехали на прогулку. И я решила часик поработать в саду между теплицей и террасой. Я все пытаюсь занести в теплицу свои растения. Вот уже перенес мне, Мариса, уже все оставшиеся горшки. Вот. И я решила и фуксию девочкой занести тоже в теплицу. Вот эту большую, что у меня в углу стояла. Лаванда, видите, начала желтеть. Как только стало, это же это, лаванда английская, как жалко. Она такая стояла у меня зелененькая, вот я ее почищу. Она у меня в том году зимовала в теплице и там и зацвела весной. Сейчас, девочки, покажу теплицу. Там уже некуда ничего ставить. Вот принесли вчера эту мою герань бабушкину. Я ее, знаете, обрежу, конечно же. Укоренять не буду, у меня есть хороший горшок укорененный. Сделаю себе лосьон и несколько листочков девочки высушу. Ну, что делать? Вот, почищу. И я их не заношу, эти цветы, потому что мне нужно обязательно их сначала побрызгать от белокрылки. Вот это вот моя новая фуксия. Видите, она тут прям эти фрукты уже нам дала. Она была высокая, я ее тоже обрезала. Смотрю, начал жухнуть лис. Хотя, девочки, фуксии в нашем климате, в зависимости от зимы, они не мерзлявые. То есть, их можно и не заносить. У меня позапрошлым году вот эта большая фуксия, которая сейчас вот вся цветет, она перезамовала в углу. Я про нее просто, если честно, забыла. И ничего. Потом вот эти вот, эти остоперты, мы как их там называют, господи, прости меня. Я хочу, я его, конечно, обрежу, потому что достаточно старый куст. И вот эти молодые штучки хочу прикопать в стаканчики, чтобы в следующем году мне их просто высаживать, девочки, тоже, как я делала, с пеларгониями в открытый грунт. Проблема, где мне их держать? Расчеренковые. Вот эту огромную пеларгонию, я ее, девочки, просто сейчас так чак и обрежу полностью. Это она молодая, она у меня вся черенкованная. Посмотрите, вот такие вот прекрасные, красивые новые веточки тоже можно укоренить. Вопрос, куда? Это у нас миндаль вырос. Я говорю, мужу пускай ищут это место, ее надо вот сейчас прямо осенью пересадить. У нас, ну, до декабря мы спокойно можем пересаживать. И вот эта, девочки, вот тот вот росточек, который мы все угадали, что это. И это оказался каштан быстрее всего. И вот я его пересадила. Но он у меня в этом, в цене. Не в цене, а в этом. Как же ее, господи, эти зимние цветочки. В цикламене, который, помните, взошел, мы все угадали. Все говорили, что это авокадо, авокадо. А потом кто-то сказал каштан. Да, вчера вот я эту шкарлупку от каштана, либо от авокадо выбросала. Мне кажется, что это каштан. Я его сканировала программой специальной. Вот пересадили, там огромный корень уже. Но вы сами понимаете, какое каштановое дерево. Поэтому надо искать местность. И всего это пойдет туда, где это курочка. Посмотрите, какой у меня шикарный букет. Бархатца. Это уже третий или четвертый урожай бархатца в этом году. И вот я их хотела еще собрать, и залить маслом, и там попить много витамина, и всего, что нужно для зрения. Девочка, если честно, мне просто уже лень. Это все собирать, все это заливать, все это настаивать. Столько работы, столько заботы кругом. Поэтому я оставляю этот прекрасный букет вызревать. И потом в следующем году они опять тут подсеются. И я соберу на семена, потому что, ну, шикарный, просто шикарный. Такие яркие девочки, ароматные, такие пушистые вообще, обалденные цветы. Поэтому пускай вызревают на семена. У меня тут моя Ирочка тоже просила из Эксона. Где-то ж она хочет их посеять. Не знаю. Конечно же, я поделюсь. Вот такая вот у нас красивая красота 14 ноября. Ай-яй-яй, согласитесь. Я тут немножечко вчера, девочка, работала. И вот эти листья от инжира, они настолько шумно падают. Такие, они просто вот шелестят так. Вот мы их собираем. У нас вот здесь вот яма есть компостная. Где наши эти перегнивают листы. Он же долго перегнивает. Их поэтому не советуют в общий компост закладывать. Потому что у них, им нужно, по-моему, два года минимум, чтобы перегнить. Вот, и они такие, знаете, у нас теплая очень осень. И когда лист падает, он такой шум делает. И вот я вчера тут работала. Они прям падают. И прям так слышно. Бум. Так слышите? Такой бум. И вот эти... Слышите? Вот такие листопады у нас тут. Вот, девочки. И, короче, это... Вот сейчас они лисят, лисят эти листья. И потом буквально за один день, бах, и их больше нет. Так, это у нас уидейское дерево тоже вот. Желтеет должны все листы. Действует как-то очень долго лист теряют. Эти все деревни у нас. И абсолютно... Мне и на яблонях я ходила, и на айвея ходила, смотрела. Мне нужно обработать их этим купоросом. И посмотрите, какие у нас красивые тоже все-таки краски начали появляться. Вот. Это говорит о том, что уже нужно ехать на прогулку куда-нибудь в сторону Мустье туда. Очень красиво. Сегодня мы хотели поехать в Лурмаран. Но, вы знаете, она такая вот... Ну, не солнечная, ну, вообще не солнечная погода. Такое все пасмурное. И мы заленились. Тем более, что нас перебили с этим дождем. Ну, ничего, съездим, когда будет солнечно и ярко. Вот такая все-таки все-таки все равно красивая у нас осень, согласитесь. Красота, красота. Видите, мои хорошие, сходим в теплицу. Я вам покажу, как я там уже всего наставила. Мы здесь видим... Мэгги! 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 Она кого-то видит, по дороге люди гуляют. Видите, у нас какая красивая помпасная трава. Вот. Мэггусю! Видите, она хромает. Девочки, вот я боюсь, что она хромает, потому что она уже просто свой вес уже не выдерживает. Я сегодня заказала крокеты, придут, покажу. Крокеты, дорогие мои, это сухой корм. Вчера я для кошки заказывала. Сегодня решила я заказать. Мы Мэгги покупаем в супермаркетах. Мэггуси! Мэгги! Моя красавица! Идите, поглажу. Вот. Видите, она хромает. И вот мы смотрели. Я ничего такого не нашла. Вот пришла моя собачка. Собачка пришла, моя погладица. Да, моя солнышко. Да, ты у нас толстая. Вот. Мы же сходили к ветеринару. Мой дитя наш красивый такой бархатный нос такой любимый мой. Вот. Мы сходили к ветеринару, друзья мои. И была девочка новая. Новенькая. Она сказала, вашей собаке нужно худеть. Ей надо сбросить хотя бы 8 килограмм. Ну, это она, конечно, заокнула девочкой. 8 килограмм. Вот. Она же у нас, это, большая собака. Ну, хотя бы килограмм 5 ей сбросит. Вот 4. Вот это было бы уже идеально. Вот. Поэтому я заказала ей диетические крокеты, сухой корм на зооплюсе. Это такой сайт для животных у нас. Там достаточно хорошие скидки, девочки. Ну, как же все дорого. Вот. За 12 килограмм 49 евро. Я заплатила. И то у меня еще там 3% скидка. И бесплатная доставка, потому что они стоили 49,99. Это ее крокет, эти 12 килограмм. Concept Life Diet. Вот какие-то ветеринарные эти крокетики. И вчера я кошки заказывала. Кошка у нас, девочка, это вообще звезда звездой. Она у нас очень капризная. Хотя я начала кормиться этими крокетами, этим сухим кормом. Без сериалей, девочки. Ну, как сериал переводится? Ну, зерновые, наверное. Сериал – это вот рис, все пшено. Вот это как его пшеница. Вот это все, что вот, ну, добавляют собакам, чтобы корма было, наверное, больше. Вот. И я кошку начала кормить без этих сериалей, потому что, во-первых, они от них толстеют. Во-вторых, у них там, они как-то плохо их переваривают. Это все скапливается. Углеводы те же самые. Вот. И такие без сериаля содержания. Это очень дорогие крокеты. Она не ест курицу вообще. Для котят – одна курица. А ей подавайте креветки, подавайте рыбу. А таких вообще нету для детей. Крокетам. Ну, вот. Но я же понимаю, что если я ей буду давать мокрый корм, то есть консервы, она вообще не будет сухой корм есть, поэтому я ей консервы даю в обед, как вот под колокольчик, чтобы, когда мы ее выпустим на улицу, она знала, что я зазвеню в колокольчик, она получит вкусняшку. Я буквально еду по 20 граммов. Вот такие вот у меня, такие вот баночки маленькие. Шейбы, там курица, этот тунец, курица, там морские продукты. Прямо там креветочка такая стоит, лежит одна целенькая. Вот. И я ей даю там 40 граммов, этот баркетик, 40 или 45 граммов. Вот я даю ровную половинку в обед. И вторую половинку на второй день. Вот. Она, конечно, это очень любит все. И сухой корм. Она у нее очень хороший сухой корм. Я заказала один весь с птицей, с белой рыбой. Этот еще троху подъедает. А вот второй чисто из курицы для котят. Ну так, через одну. И вчера я вот отнесла его в магазин. Два килограмма за 23 евро. Это вернуло корм. Там был птичий, там все это из птицы. Там была курица, утка, индюшка, печень куриная. Там-то это все сбалансировало. Я даже не стала пробовать Силдик-ракеты, как заорет благим матом. Мяу-мяу-мяу. Я неделю подождала, отнесла. Хорошо вот эту марку. Дядька забирает, возвращает деньги. Ну, я ей вчера купила капелькой, чтобы ее полечить от этих, от блох. Мы ее когда забирали, мама ее принесла блохи всем котятам. Давайте я немножко так вот повернусь с вами, хоть пообщаюсь. Вот, и мне моя старшая пачерица говорила, Алла, котята все эти блохастые. Но так как они там были комочки, да, там им там по 2-3 недели, естественно, что их нельзя было еще лечить. И потом, когда мы ее уже забирали, ей было ровно 2 месяца, она сама, моя пачерица, купила в этом ветеринарном магазине эту пшикалку. Там это зависит, сколько грамм этот котенок, там столько пшиков там делать надо. И я купила такой же в аптеке. Ну, вот, и я ее 10 дней, прям по 2 раза, 3 раза в день, прям брызгала ей на спинку, размазывала это все. Ну, вроде бы как у нее ничего не было. И тут я смотрю, вот неделю, наверное, по неделю, смотрю, она начинает, моя кошка, чешаться, чешаться. И там то за ухом, и уже и бороду, и уже это. Я давай ее раскматривать, мне показалось, она же самосеренькая, только у нее вот здесь вот беленький участок. Мне показалось, что что-то я черненькое увидела. Я два очка, и у меня щуточка такая, специально расчуточку я купила такую для блох. Девочки, блоха, одна, вторая, и что-то черное такое подсыпается. Видно, у нее были вот эти ларвы, ларвы эти, как эти гниды, я не знаю, что, которые остались. И они заново у нее все эти воспроизвелись. Так я вчера сдала этот корм за 23 евро. За 22 евро взяла три пипеточки. Такой он лечебный, именно такие лечебные капельки, непревантивные, то есть не для того, чтобы их не было, а уже когда уже есть. Вот, и это, и там три пипеточки на 6 месяцев. Короче, пипетка в 2 месяца. Я вчера ей все нанесла, и на затылочек все разобрала, все, сегодня у меня кошка чистая. Поэтому, слушайте, представляете, деньги. Ой, ужас какой. Короче, собака одно, но мы никогда собаке таких дорогих кормов не покупали. Вот, и я решила, говорю, мужу, слушай, давай мы все-таки ее купим, раз люди такие хорошие комментарии пишут, чтобы у нее как бы вот этот процесс, вот этот метаболизм завелся, чтобы она начала худеть. И потом перейдем на уже немножечко попроще, к ракете Light. Посмотрим, как что будет. Поэтому нам, девочки, в этом месяце наши животные обошлись очень-очень дорого, с их прививками. Вот, потом антиглистные программы, теперь эти блохи ОНОАЗ. А потом мне нужно через месяц нести, переперевивать еще 62 евро. Вчера до 52 евро я заказала наполнитель и 4 вида разных ракетов, чтобы выбрать, что она будет есть. Сегодня собаки и, короче, девочки, и все. Но мы уже 300 евро, наверное, ввалили на этих животных. Вот столько нам обходятся животные, когда вот их нужно, понимаете. Потом можно кормить самым дешевым кормом. Самым дешевым кормом можно кормить, но дело в том, что они потом будут болеть, потом у них начнутся проблемы с почками, с мочеиспусканием и так далее. Поэтому, милые мои, милые мои, вот такие дела, все я вам рассказала. Так, пошлите в теплицу. Так, девчонки, теплица, посмотрите, полностью заполнена моя теплица. И вот эти все еще, вот эти все горшки, вот все это мне еще нужно занести. Но вот Фуксия пойдет вот на эту подставку. А там стояла все время вот эта моя пеларгония, которая вот в этом большом горшке, вот видите, стоит, который у меня вот на нем во дворе стоит. Но так как я ее буду обрезать, вот она встанет у меня куда-нибудь вот туда вниз, в уголочек. Туда же, девочки, вот смотрите, я занесла вот этот башмачок. Вот, короче, здесь у меня вот, что я, девочки, черенковала. Мне мои подписчики подсказали, что это 101, как его, господи, не знаю, зовут. Можно черенковать, посмотрите, это вот он у меня начеренкованный. Вот я его тут вчера чуть-чуть подчистила. Ну, пускай стоят. Вот, смотрите, девочки, сколько у меня много получается опять этих пеларгоний. Вот, все эти, и я в этом году, я же их не черенковала. Я их только чистила, и если там были прям такие были череночки хорошие, которые просто было грех выбросить, я просто в этот же горшок их это, ну вот, например, он, наверное, черенок, но вот он, наверное, мертвый, ничего он не дает. Ну, не важно, это все посмотрим. Это не критично. Потом вот здесь вот это, вот это все у меня расчеренковано. Видите, вот, тут вот я вот обрезала, вот уже рядышком подсаживала. Вот этот у меня весь горшочек тоже расчеренкованный. Прекрасно. Дальше, мои хорошие, вчера я поливала лаванду. Ну, стоит она звезда звездой. Вот у меня этот эвкалиптус мой тоже поставила, расчеренкованный на проверочку. Здесь вот у меня прекрасно. Это вот бегония у меня стоит, я вам показывала уже. Дальше мои золотые. Вот здесь вот у меня герань. Вот это вот она у меня очеренкованная моя герань. Здесь черенка ее сама вырастила. Я ее тоже, девочки, и почищу еще. Вот. И тоже постригу, чтобы она пушилась. Вот у меня тоже черенкованные девочки, пиларбушечки. Все здесь стоят вверху. Ну, и, значит, внизу тоже самое, видите, как они у меня все настолько коротко обрезаны. То, что-то рядышком. Вот я тут их вставляла, эти черенки. Что возьмется, что не возьмется, неважно. Так, это у меня прошлый год. Мои подарочные все розочки разных цветов и оттенков. Это от Наташеньки. Видите, какие они все распрекрасные. Просто распрекрасные. Вот. И это вот, девочки, вот это вот новая моя посылочка. Ну, вот у меня три выпада уже стопроцентного, уже ничего там не возьмется. Ну, вот все остальное прекрасно взялось. Посмотрите, какие они. Что-то сказал, Аллочка, у тебя лаборатория, девочки. Ну, это правда. Ну, вот. Посмотрите, какой раз прекрасный. А вот этот так вообще. Вот написано темно-розовый с белым какой-то. Посмотрите, какой черенок шикарный. Вот этот очень хороший череночек. Все, девочки, практически все. Есть, конечно, слабенькие. Вот. И я очень переживаю за свою вот эту плющевидную. Вот эту, которая с белыми у меня. Но вот стоит же, девочки, за это время еще не высохла. Может быть, еще и даст хороший ростой. Этот корешочек уйдет. Я их вчера тоже прям по капельечке, по капельечке пролила. Прям вот вообще по капулечке. Только чтобы чуть-чуть ушло это в землю. Так что все стоит. Так что у меня тут включен обогреватель. Сколько градусов? У нас сегодня было 6 градусов. Вот сейчас, видите, 14 градусов, поэтому он еще не включается. Еще рано. Вот. Поэтому такие дела. Вот она у меня прекрасная такая. Моя теплица. Вы представите, девочки, когда это все начнет куститься, как следует здесь будет такой опять лес. Поэтому я завтра. У нас вроде бы идет дождь. Пускай стоят тут мои уже растюшки. Как только здесь дождь закончится, начнутся хорошие. Вот, может быть, лаванду я сейчас занесу, потому что она и так уже перемокла. Лаванда не любит этого холода и еще мокрого. Потом вытащу через день, когда я тут буду все чистить, почищу ее это. Потому что я смотрю, она там у меня вся... Сейчас перчатки надену. Ну, там вот надо тоже вычистить эту всю землю. Ну, занести, наверное, занесу, потому что, ну, ей прохладно зимой. Шесть градусов у нас... Зимой, ну, это ночью. Шесть градусов у нас его не было. Вот. И вот, видите, у меня еще вторые вот бываются. Я покупаю по весне такие папионы. Вот. Это такая... Она как веревочки такие. Потом, знаете, такие вот цветоносые. Они такие, знаете, как веревочки такие. Это вот эта вот, как она называется? Зубчатая какая-то английская. Лаванда. Но они декоративные. Они в земле у нас не растут. Вот, мои раскрасавицы и раскрасавцы. Я вам все рассказала, показала. Сейчас я пойду на террасу. У меня там, ну, буквально еще минут на 20-30. Чуть-чуть почищу и пойду готовиться вам к прямому эфиру. Там уже поболтаем тоже обо всем. Так что до встречи, мои друзья. Ну, что сейчас сделаю на террасу, еще раз покажу вам. И вот еще хотела вам показать. Это у меня стевия, девочки. И вот я не знаю, что мне с ней сделать. Вот она сейчас цветет. Надо мне тоже посмотреть сайт. Может быть, ее можно обрезать и подсушить. Потому что она у меня один год осталась зимой. Она вроде бы и пережила зиму. Вот в горшке она у меня сидела. И когда я ее почистила, обрезала, она у меня взяла и засохла. Ну, вот вы представляете. Вот так что я пошла на террасу, еще немножечко поработаю. Ну, вот видите, моя хорошая здесь вот на террасе, да? Вот этот горшок, девочки, я уже в теплицу не понесу. Мы его с Марисом поставим вон туда, вон в уголочек. Он там будет больше защищен. А может быть, даже если мы этот большой горшок, я вон туда прямо поставлю в уголочек. Он будет защищен вот этой вот как бы загородью. Здесь вот надо все убирать листья на розах. Надо чистить потихоньку. И посмотрите, я вчера перечистила все свои цикламены. Видите, вот я их поставила, подсыпала им удобрение. Такое, знаете, для герани долгоиграющая, которое вот чуть-чуть полило, чтобы активировать. Вроде бы завтра будет дождь. Вот я надеюсь, что они у меня все-таки зацветут. Потому что они хорошо сохранились. Они стояли там вот под мимозой. И там у нас был этот полив. Такой, этот капельный, ну, который разбрызгивается. Они были всегда политы. И видите, как они хорошо сохранились. Поэтому сейчас вот удобрение цедала. Они немножечко, они зацветут через некоторое время. Вот у меня уже один горшочек, девочки. Видите, мы на это место поставили стол. Но надо, может быть, его перенести теперь опять на свое место. Вот, смотрите, видите, уже цветет. Такая мелколистная беленькая. Вот здесь вот сидел мой каштан. Вот поэтому я вчера его вытащила полностью, этот цветок. Выняла корень каштана. И вот пересадила, добавила тоже хорошие земельки. Поэтому сейчас я вот с той стороны я начала немножечко. Валенцию свою обрезала, розу. Надо вот это, это у меня Леонардо да Винчи. Тоже, девочки, посмотрите. Тоже нужно все чистить. Нужно лист. Вообще на розе нужно полностью весь убирать. Я вам не могу сказать, какая это работа. Вот, что я тут сегодня успею. Вот у меня в офисе, видите, цветет наша сожа. Сожа это шалфей. Вот этот вот розпрекрасный. Я его черенковала, это он просто завалился вот оттуда. Эта веточка, это начеренкованный шалфей. Вот, и об этой уже, девочки, клумбе я даже ничего не буду говорить. А когда вычищу, тогда покажу, потому что, ну а что о ней говорить. Вот, если хотя бы в день, по часу, после обеда, потихонечку, потихонечку, можно было все, конечно, и к концу года вычистить. А нет, девочки, ничего страшного у нас. Еще февраль, март. Но все это вычистится, все это уберется. Вот, и все равно в этом году, почему я начала резать этот клематис, посмотрите, какой он страшный. Этот сухостой. Хотя бы он эти листы сбросил. Я не знаю, я бы его удалила вообще, к чертовой матери. Такой он уже страшнючий. У меня же здесь, вон, видите, этот распрекрасный жасмин взялся. И вот его бы этот, и он бы, если бы уже пустил корни, потому что у меня это вот ведро, оно без корней. Я бы его хотела запустить вот на эту арку. Он бы хорошо, он бы мне закрыл бы всю арку, потому что, глядя вон на то, как убрать эти клематисы, я не знаю. Все будет переплетаться, хотя, в принципе, девочки, жасминный клематис, как жасминные розы, они друг другу не мешают. Единственное, что вот этот вот сухостой, вот этот страшный, потому что, видите, у меня уже куда пошел, уже жасмин поднялся вон куда, вверх. Поэтому я когда эти клематисы буду убирать, чтобы мне этот жасмин не порвать. Ну, короче, я когда займусь, потом посмотрите, как это будет, я все равно, наверное, порежу, потому что, ну, жесть жестью. Вот птичкам вот мы уже корм повешали, птички у нас прилетают уже, такие типа синички тогда, а такие типа снегирей, но это не снегирей, они их называют красное горлышко, но это, конечно, не снегирей, ну, посмотрите, какая прекрасная нандина. Я немножко нарезала еще этого. А что это мне, Мариса, окно ставила открытое в доме, чтобы у меня кошка туда не вышла, а то еще упадет, бедная. У меня сейчас спит моя девочка. Вот, посмотрите, какая раз прекрасная картинка тоже. Девочки, давайте пока светло. А, смотрите, вы посмотрите, что, и помея зацвела. Наконец-то, девочки, к Новому году. Ну, конечно же, я ее трогать не буду, и убирать я ее не буду. Я ее потом, девочки, прикрою, вот просто вот горшок закрою каким-нибудь там старым полотенцем, там еще чем-нибудь. Вот, и посмотрим. Может быть, она весной мне выпустит еще новые росточки, а если эти замерзнут, я их тогда уберу, потому что это совсем другая ипомея, девочки. Это не вот та ипомея, которая, видите, вот там у меня тоже сейчас цветет на нашем сухостое, да? Это же у меня этот шеврофе, это как же жимолость, которая отмерла, и тут же у меня и жасмин умер с этой стороны. Короче, вот такое страхотце у меня здесь. Но жимолости, девочки, не убираем, потому что, вы видите, это же новые побеги. То есть корень не умер. А что случилось, вообще непонятно. Вот, все, мои хорошие. Пойдемте посмотрим клен, и на этом закончим. Ну, вот такая вот отсюда эта картинка неплохо смотрится, правда? Вот я в саду и не хочу работать. Он мне все равно красивый. Ну, а что значит не хочу? Я все равно что-то делаю. Посмотрите на теплицу. Это какая-то вообще, это гигантская работа. Все это занести, все это обрезать, потом это все поливать. Вот он наш, раз прекрасный, шикарный клен. Надо будет послушать, если он не успеет осыпаться, и вдруг будет хорошая погодка, надо просто встать вам тут и хотя бы минут на 10 какой-нибудь сделать прямой эфир. Вообще класс, класс. Я вообще, я балдею. За три дня так покраснеть. Да, настолько он, представляете, настолько он яркий, настолько он... Ну, сейчас уже темно. Уже все темно, конечно же, это уже не те пиза... О, посмотрите, хоть и темно, а все равно как красиво. Ну что, мои дорогие, давайте тогда на этой ноте раз прекрасно мы закончим. И до скорой встречи на канале. Жду ваших комментариев, жду ваших предложений и так далее. Вот, ну все, мои хорошие. Всем пока-пока. До скорой встречи, ваша промысалочка. Безу-безу, как говорят французы. Посмотрите, как садится солнце красиво. Посмотрите, как там все горит у нас. Обалдеть можно. Сейчас пойдемте посмотрим. Смотрите, как осветила красиво эту линию. Ух ты, видите? Ой, редко такое бывает. Такое, ну, такое чувствуется серое небо, такое, как будто пойдет снег. Видите? И радуга, ригарный, щели, аркадосель. Посмотрите, какая огромная, преогромная радуга у нас сегодня. 14 ноября, погляньте, она прям идет такой дугой. Вот сегодня по телевизору показывали, что прям у нас в данный момент везде радуга, радуга и радуга. Ну, не насмотреться на эту красоту. Посмотрите, какая она все-таки широкая. Какая она классная. И идет прям такая, смотрите, вот недаром она называется, аркансель. Смотрите, какой полукруг четко пририсовывается. Вот это, да, я впервые такое вижу, что вы так четко, так близко. И на заходе солнца у нас была такая распрекрасная радуга. Ну, а если что, друзья мои, то сегодня у нас 14 ноября 2021 года. Я немножко поработала в саду, и вот перед тем, как зайти домой, вот такое чудо света, можно сказать. Я всем желаю, чтобы ваша жизнь была такой же красивой, как эта радуга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин